здравствуйте мы сегодня гуляем с главными попрошайками симферопольского зооуголка я думаю все кто здесь когда-либо бывал знает что индоутки всегда сопровождают людей и всегда чего-нибудь выпрашивает индоутки или мускусные утки одомашнены давно еще остыками диких можно увидеть в южной америке только их оперение в основном темное за исключением нескольких белых перьев много их у вас вы знаете да количество неисчислимое они свободно гуляют по территории сосчитать точное количество невозможно а гнездятся где гнездицы они у нас любят в кустарниках юки они сами высиживают яйца выводят птенцов на озеро вы домики даже им не делаете никак домики у них есть но они предпочитают все-таки в югах гнездится то есть им нравится среди вот так вот в юг а грязи сюда они прячут своих птенцов от ворон и таким образом у нас появляются молодые уточки когда нибудь их считали сколько их у вас пробовали посчитать но так как они передвигаются по всей территории за уголка гоняться за ними очень трудно вообще к посетителям как относится к тому что они постоянно сопровождают что-нибудь просит и выпрашивает посетителям нравится особенно деткам маленьким очень нравится когда уточки вокруг них бегают им нравится их кормить они ходят за ними индоутки популярны во всех странах специалисты говорят что разводить и выращивать этих уток одно удовольствие они изначально были разного вида завезены и таким способом вот они плодятся и получаются интересные разновидности разных окрасов вот удивительно что именно они сопровождают людей они дикие утки и даже не гуси почему дикие уточки больше предпочитают все таки в воде находиться чтобы их покормить можно подойти к озеру и точно также зернышками покормить вот к нам и подошел гость они не боятся людей как видите даже с рук кушают доверчивые очень доверчивые давайте вот так вот сделаем с руки будем есть да утки эти неприхотливы выносливы и очень спокойны и самое удивительное что способны обойтись без водоема утки за уголка предпочитают тоже жить на его берегах хочу вам сказать что ощущение потрясающее когда ты с руки кормишь птицу иногда они даже забирают у посетителей стаканчики зернышками отбирают и быстренько склевывают кто успел так что захотите пообщаться покормить с руки приходите не пожалеете в нашей рубрике фотоконкурс ирина овсиян и ее замечательные собаки не забывайте присылать свои фотографии с питомцами на мою страницу в фейсбук этот кот любит не дома валяться на диване а с любимой хозяйкой путешествовать в машине почти за рулем в некоторых лесах бродят вот такие загадочные белые звери как вам такая дружба эти джунгарики умеют устроиться даже на груди у кота вы когда-нибудь видели бретонского бассета я сегодня с ними гуляю по историческому бульвару в севастополе прежде не встречала собак этой породы даже на всемирной выставке не удалось увидеть редки они и на исторической родине во франции скажи пожалуйста почему из множества у нас 500 пород мы выбрали именно этих редчайших их нигде не встретишь я например впервые вижу ну почему эта порода выбрать почему была эту породу потому что когда приехала у друзей в москве как раз питомник этих собак вот и невозможно было в них не влюбиться вот очень позитивные очень контактные интересные собачки некрупные вот и ну что первое что поразило вдруг ты не смогла оторваться позитив позитивное отношение жизни потому что я сама очень позитивный человек и привлекло то что они очень такие позитивные жизнерадостные жизни любил и да удивило радушие собак они хоть и видели меня впервые но были доброжелательны какие они будут по характеру я смотрю что они очень нежные что я чужой человек они меня сразу признали на самом деле они очень контактные собаки вот они хорошо дружат со всеми членами семьи с другими питомцами с кошками в том числе с другими собаками они не боятся больших собак и находит с ними общий язык как ни странно а как же камня охотники вы вроде бы как должны уж кошкам относиться не очень хорошо это то что они являются охотничьей породы у них развиты рабочие инстинкты при этом ой являются отличными компаньонами их можно как хорошую семейную собаку потому что и с детьми ладят человек может который заведет такую породу может не пугаться того что там собакой обидит ребенка они будут играть с ним будут терпеть от детей всякие шалости ну в общем очень я смотрю что они разные вот она более такая подвижная а он такой странный сам в себе да он просто привыкает для него это новая территория она более адаптивная к окружающей среде этому чуть-чуть побольше нужно времени чтобы привыкнуть и адаптироваться хотя дома спуску не дает ей не другим собратьям и ведет себя достаточно позитивно вот когда вы выходите они с ними на улицу люди говорят вообще вообще хотя бы есть как кто-то узнал породу нет нет никто что никто не знает порода достаточно редкая в россии у нас один единственный питомник который ими занимается порода выведена во франции в конце 19 века и даже не во всей европе она распространена она в основном нашла свое применение во франции в бельгии в нидерландах ну и в великобритании в частности а вообще как и держит как домашних любимцев или все-таки охотники держит они универсальные их можно и как охотников держать потому что это на самом деле рабочие собаки и они и по следу работают и в группе хорошо работают в стайка небольшой 4 6 на мак потому что это гончие собаки первую очередь вот но и говорю и принципе их можно держать даже людям которые не занимаются охотой потому что это отличные компаньоны собака сама по себе не крупного размера кто не хочет больших собак но не сильно маленько при этом она уже собака вот единственное то что это охотник очень активная собака естественно человек который заводит если собака не занимается охотой ее нужно выгуливать и достаточно много давать нагрузки по той причине что очень много энергии эту энергию надо будет куда-то задевать потому что они очень любят прогулки по лесу по полям охотничий инстинкт и никуда не денешь то что это непосредливое гончие видно по девочке а вот мальчик созерцателен и нетороплив собаки эти говорят были очень храбры и способны не только охотиться но и защищать хозяев ведь один из предков бретонский грифон он охотник на волков стандартный уход за любым питомцем это правильное кормление режим кормление режим питания прогулки не меньше двух часов в день ну и любовь хозяина к своему питомцу наши пока еще малыши им всего восемь месяцев многое для них впервые как этот парк когда появились в доме как нашкодили что сделали такого естественно начали наводить свои порядки что-то искать что-то разбрасывать как и охотники начали лазить по кровать им взрываться в одеяло все находят все что плохо лежит находят все и тапки идут вход и игрушки идут вход если игрушек нету найдут себе затею любую солнечные гончи очень привязаны к человеческой семье хорошо поддаются воспитанию кстати высокий интеллект продемонстрировали и наши малыши с полуслова понимая что от них хотят но бретонские бассеты явно не для ленивых ну что ж мы сегодня вам рассказали о бретонских бассетах редчайшие собаки у нас всего в крыму их два и даже в россии их немного и на всей планете они очень редкие необыкновенные не то что красивые но еще очень интеллигентные думаю вам было интересно бенгальская кошка бенгальская кошка появилась благодаря американскому биологу генетику джин мил новую породу она получила благодаря поэтапному скрещиванию диких бенгальских котов из индии с домашними кошками живут до 15 лет бенгалы ласковый и сообразительны но темпераментны не требует особого ухода кошки подходят и для дома и для любой квартиры бенгальские кошки хорошие охотники у них сильно развит охотничий инстинкт любят подвижные игры особенно с мячом обожают воду хорошо поддаются обучению цены на котят от 40 тысяч до восьми десяти в конце программы в рубрике фильм фильм мы вам советуем посмотреть знаменитую семейную комедию бетховен несколько серий герой фильма не знаменитый композитор а названный в ее честь сербернард в первом фильме щенок сбежал из золом магазина и попал в семью которая полюбила его каждая серия фильма интересно закручено и смотрится как отдельный фильм он был очень популярен после выхода в свет и заработал более ста сорока семи миллионов долларов и сыграл большую роль популяризации породы сенбернард а а а Субтитры подогнал «Симон»